Ларис, как вы чувствуете этот елей, движение Духа Божьего уже в этом служении? Я, допустим, чувствую, что течет, течет, течет. Слава Богу, хоть у нас нету бород, но течет. Аминь, аминь, аминь. Это то, что делает служение или общение в любви и связи между друг другом. Сегодня для меня большое приверение представить для вас Инга Лиздените. Hopefully, я сказала эту фамилию правильно. Это есть сестра, которая public speaker. She's a life coach, mentor and a book writer. И также, читая все ее свидетельства на веб-сайте, я верю в то, или я сделала такое заключение, что она есть woman of faith. Поэтому, Инга, добро пожаловать. Сегодня она нам будет служить словом, и я уверена, что это слово сегодня поменяет многие сердца в этом зале. Пусть Бог голосовит. Добрый вечер. Мне очень приятно здесь быть, я тут второй раз. Для меня здесь очень большая привилегия второй раз к вам приехать. Я вижу, что это живая церковь и столько много красивых женщин. И я надеюсь, что я буду вам благословением сегодня. Спасибо, во-первых, сестре Веле и Любе. Они оба меня привезли. Я живу в городе Санта-Роза. Это в области Сан-Франциско. Где-то это два слоя часа езды. И мы имели очень прекрасное общение. И очень благословенное. И я очень рада здесь с вами быть. И я знаю, что каждый из вас сделал небольшие усилия сегодня приехать. Потому что я знаю, что это не уикенд. То есть много из вас после работы и предложили себе сегодня приехать. И я знаю, что каждый из вас имеет свою очень особенную историю жизни. Как вы приехали сюда, в Калифорнию. И свидетельство вашей дороги веры. Дороги с Богом. И я надеюсь, что мое свидетельство сегодня, которым я поделюсь, принесет вам благословение. Я молю моего Бога, чтобы вы услышали ту мессисть, которую Господь хочет проговорить к вашим сердцам. И что я донесу эту мессисть, которую Господь побудил меня, когда я молилась. А что же я должна вам сказать? Пусть Бог благословит. Я еду за Господом 21 год. Сейчас уже и Господь Бог учил меня, как отец, учит сына своего. Жить пред Богом в послушании Ему. И верить и доверять Ему. Неважно какое, насколько тяжелое и безвыходное положение в моей жизни. Бог учил меня доверять Ему. И Он учил меня, что Он со мной. Он каждый шаг со мной. И я хочу этим поделиться с вами сегодня. Я сама с Литвы. Я родилась и выросла в городе Пильнюсе. Это в Прибалтике, в Литве. Страна Литва. Я родилась и выросла в очень благополучной семье. То есть мама у меня воспитательница детского сада. Она на сих пор работает. Папа мой был летчик. Потом директор охраны аэропорта Минюса. У меня тоже брат. Есть на три года старше. Я все называю его «body wear». То есть я жила очень хорошую, благополучную жизнь. И моя семья не в католической вере. Но для нас, как бы, для меня лично, скажем, я выберу на себя, что Бог это было, ну, какое-то мистическое, какая-то мистика была. То есть я ходила в церковь по праздникам. И для меня Бог это, ну, это религия. Но когда мне было 16 лет, Господь призвал меня. И когда я приняла Господа Иисуса Христа в свою жизнь, как своего Спасителя, я никогда не забуду этот день. Это был очень прекрасный день, когда мне просто настолько стало легко. И у меня жизнь поменялась. И Господь поменял меня. И я была очень активной. Я ходила в церковь. У нас было много очень молодежи. И я ходила практически каждый день. То есть у нас и барбатство, и молодежные служения были. И всякого рода служений. Похоже, вот как тут вот жила, просто церковь. Но в протяжении годами я просто видела вещи, которые мне не нравились. В церкви были некоторые, так скажем, восстановления или практики, которые я не соглашалась, я не могла с этим смириться. И тоже поведение некоторых христиан в церкви, они тоже у меня, начало меня возмущать. И вы знаете, когда вот вам вот копится, 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 и вот настал один день, когда я просто почувствовала, что я больше не могу. Вот не могу я терпеть, когда учится одно, делается другое, когда есть disrespect, я не знаю, как сказать. То есть просто у меня было возмущение, я мне не нравилась больше и больше, я замечала то, что мне не нравилось. И в то же самое время я начала работать в аэропорту, в бизнес-клубе как менеджер, и для меня открылся новый мир. Я встретила новых прекрасных друзей, которые мои друзья до сих пор. Вот, и я их возлюбила, и мне было очень, намного легче мне было быть с моими мирскими новыми друзьями, чем в церкви. И просто оно накапливалось, накапливалось, и пришел один день, когда я сказала себе, все, я больше туда не пойду. Я больше не могу, Боже. И я поверила с Богом, как бы в сердце мою мысль, и говорю, Господь, я отойду от церкви, я больше этого не могу. Ты есть правильный Бог, и я знаю, что в тебе есть правда. И сохрани меня. Потому что я знала, что я ухожу, как бы, я веду в мир, где, я знаю, есть духовное правило, что статана, он как рыгающий лев, который ходит и ищет кого проглотить. Я это знала, и я просто надеялась на то, что меня сохранит. И я перестала сознательно ходить в церковь, но я думала, что только на чуть-чуть. Только на чуть-чуть я ничего плохого не буду делать. Просто чуть-чуть я пойду, перестану ходить в церковь, перестану петь в хоре, быть молодежью. То есть в этом все меня не будет больше. И все больше времени я начала проводить с моими новыми друзьями. И я даже не заметила, как прошла одна сигарета, один ночной клуб, другая сигарета, другая выпивка, день рождения. И меня закрутило так, что я просто помню время, когда я осознала, что я полностью погрузилась в мир греха. И я даже не заметила, как я туда погрузилась. И в то же самое время я очень скучала по Господу. Я поняла, что вот это все веселье, все, что вот эти наслаждения мира, это не дает такой радости, которую дарует Иисус. Это не дает такого мира, который дает Господь. Это просто все пустота. И это веселье, это не было той радостью, которую Господь дает. И я скучала по Нему очень. И я бывала, приходила в церковь тихоря, чтобы меня никто не видел. И я на второй этаж ходила, и я проплакала все служение, моля моего Бога, чтобы Он сохранил меня, чтобы Он помиловал меня. И я молила, говорю, Боже, забери меня обратно к себе, верни меня к себе, во что бы то ни стало, какая бы цена не было бы. И я дальше потом уходила из церкви, и я продолжала свою веселую, красивую жизнь, но духовно она была мертвая. И вот я просыпаюсь один день, и я лежу, и я не понимаю, почему вокруг все белое. и у меня по правой стороне кто-то стонет от боли. Я думала, что я душу, тут беспорядок, я пойду сейчас домой. Я не могла подвигаться, я не могла ничего сделать абсолютно. Я просто лежала, и почему-то мне даже не нужно было дышать. Каким-то образом воздух входил, и воздух выходил, и мои легкие. И только я потом узнала, что я в реанимации Вильнюсского скорой помощи в Вильнюсе, и что я попала в аварию. И потом я начинала узнавать, чем эта авария окончилась. То есть я не могла ничего помнить, нигде я была, ни с кем я даже попала в аварию, и я не имела представления никакого. И только потом я узнала, что мой парень, с кем я встречалась в то время, и я поехала сто шестьдесят километров в час, сто миль в час в самом центре города. Мы треснулись в столб. Машина переломалась напополам. Я потом видела видео, это было просто ужасно. На что-то было похоже как у стоп-пирога. Переломалась машина, и мой парень, он был выброшен из машины, и он сразу же погиб. Меня пожарники поломали машину, они вытащили меня. Я без сознания, живую, но уже без ног. Какие-то части машины, они отрезали обе ноги прямо в машине. На дороге, в больницу, у меня сердце остановилось, но электрошоком они вернули меня в жизнь, и подключили, то есть в машине жизнеобеспечения, в реанимации, давая только 30%, что я выживу. И вот потому мне не надо было дышать, потому что я была подключена к машине с жизнеобеспечения. И вот я, когда я была 22 года, красивая, счастливая, казалось, все у меня было, все поменялось. Я вернулась домой, и я увидела, насколько ужасная моя ситуация, так радикально все поменялось. И мои мысли, что авария может там случиться кому-то другому, но не мне, ко мне не отнеслось. И вот я сидела вдруг в инвалидной коляске в своей комнате. У меня голова болела, шея, рука, все тело у меня болело, я не могла подвигаться от малейшей подвижения. У меня все тело болело, и я, когда я смотрела вниз вместо своих ног, я видела ковер. У меня травмы были просто с головы, с головы по ног, то есть полная, очень тяжелая травма головы, почти что поломанная шея, рука правая очень сильно поломанная, левая парализованная, все ребра поломанные, руки, то есть ноги вообще я потеряла. То есть, и вот я от красивой девушки сидела беспомощно, и я взывала к Богу, чтобы кто-то мне сказал, что это был сон, что это был кошмар. Но я каждый раз, я приступалась, я понимала, что у меня больше нету моих ног. У меня все пропало, все в жизни, все, чем я дорожила, все, что делала мою жизнь красивой, но все пропало. И когда я была в революционном центре, я имела очень много времени рассуждать, обдумать все. И я все-таки поняла, что то, что написано в Библии, это все правда, что прав, как рыкающий лев. Я сейчас прочитаю вам написанное в Петре Питере, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Вот приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И я это пережила сама. Мне казалось, что я на чуть-чуть, я только вот попробую это, что дьявол, что там выберу вот только это, чуть-чуть это. И я даже не заметила, как он украл меня, и он хотел меня погубить. И я почти что и погибла. Налично. И я поняла, что решение идти за Христом и не идти за Христом, это не игра. Это вопрос моей вечности. И эта вечность, я всегда знала, что она может прийти во всякий момент, но каким-то образом я все-таки думала, что это меня не касается. Оказывается, касается каждого. и мне, что дало мне веру и надежду. Это моменты, которые я пережила в реанимации, когда я была на грани смерти. Я помню, когда я проснулась, и я почувствовала великую, красивую любовь. и я узнала эту любовь. Это был Он. Это был Он, это не спорь, которого я оставила, которого я, от которого я ушла, которого я предала своим решениям, же так, как мне хотелось, Он все-таки не оставил меня. Он стоял в конце моей кровати, и Он как бы обнял меня своей любовью. И Он сказал мне, я люблю тебя. И вы знаете, я такой счастливой себя почувствовала, и мне было даже неважно, какая тут авария, почему я тут лежу, что тут творится, мне не важно. Мне самое главное, что у меня есть Господь. И я в тот момент, я поняла, что самое главное в моей жизни, чтобы у меня было. И я знала, что все хорошо, что если Иисус есть, что все в моей жизни будет хорошо. И вы знаете, и так действительно оно было. Я очень быстро начала, я выздоравливала, очень быстро. Представьте себе, я до сих пор не очень могу представить, даже кальтера и хирургии, они не могли понять, как это, и объяснить чисто, как бы, теоретически, как это вообще возможно, чтобы... Меня привезли в больницу полуживую, по многопотере крови, с уторными ногами, все травмы, и меня выпустили из больницы уже через полтора месяца. В довольно хорошем состоянии. И мое сердце останавливалось еще и второй раз в реанимации, то есть у меня вообще даже должно... не должно здесь быть вообще вживую. Но Господь дал мне жизнь. Он не оставил меня так, как я его побила, чтобы он... И он остался верный. Он остался верный. И когда... когда я вернулась домой, я говорю, Боже, как же я дальше буду жить? Как? Вот мне 22 года, у меня нету ног. Ну, я понимаю, я попала в аварию, но почему так жестоко? И Господь через многочисленные мои молитвы Он проговорил ко мне через Своё Слово, что Он исцелит, и Он восстановит мою жизнь. И так, как Он это сделает, это принесёт славу Ему. И это мне сказал дважды. И когда второй раз мне Господь это сказал через те же самые стихи в Библии, я просто поняла, что Бог разговаривает со мной. И тогда я закрыла Библию, и я сказала, Боже, я не понимаю, каким образом у меня жизнь может вообще восстановиться, но я верю в Тебе. Я верю Тебе, и вот покажи мне свою славу, покажи мне свою силу, я понесу твою славу народам. И я начала с путешествия с Господом, которое укрепило меня, укрепило веру, и показало Ему славу. Он мне дал у меня большое желание восстановить мою жизнь, во что бы это ни стало, многие мне говорили, ну, наверное, такая твоя уже судьба, и я говорила, не такая твоя судьба, я сделаю такую судьбу, какую я хочу, и которую Бог хочет, чтобы говориться, такая судьба, такая бедная, молодая, красивая, это так не будет, у меня и, значит, моя первая цель была ходить опять на протезах, и я верила, я знала, что я буду опять ходить, и, значит, я приехала в центр обновить ортопедии, которые они... Они мне сказали, ты никогда не будешь ходить, тебе невозможно, не говорите мне, что невозможно, что можно, я буду ходить, я приеду, и сделайте мне протезы, и я приехала, и все-таки я научилась ходить, я ходила, и все на меня смотрели квадратными глазами, и слава богу, это просто было невероятно, но те протезы, которые они мне сделали, они были очень мне больны, вот с каждым шагом, мне казалось, что меня резали ножами, с каждым шагом, но просто я знала, почему это делаю, я знала, я верила, что Бог меня благословит, и я делаю это день, день в день, как бы, каждую неделю, конечно, у меня там были куча, много операций, то есть у меня была больница, реакцентр, больница, реакцентр, но все, постепенно я шла к восстановлению, и потом уже через два года я все-таки пришла к отчаянию, что я с теми протезами, которые я получила две-две, я не смогу ходить, я не смогу жить полноценной жизнью, так как я мечтала, и я опять молюсь, я говорю, боже, ну почему ты мне не отвечаешь, почему, я же верю тебе, почему же, и вот мне один день приходит очень черная мысль, идти на интернет, ищи помощь глобально, и я пошла на интернет, и я провела часами countless, просто бесчисленные часа, ища чего-то, кого-то, я вообще даже не знала, чего искать, и английский у меня вообще не был такой хороший, то есть много времени провела, и в одну ночь, когда я переходила уже в кровать, это было после полночи, у меня был очень четкий, твердый, но нежный такой голос, вернись в коляску, включи свой компьютер, найти те компании, которые ты нашла, и напиши письмо, я слушаю из голоса, потому что он очень вот такой стильный, и я возвращаюсь в коляску, включаю компьютер, нахожу те компании, и я пишу три весьма, и на другой день, и потом у меня пришел мир, и все нормально, и я пошла спать, и в другой день, я получаю ответ из специалиста и ортопедической компании в Станторозе, Калифорния, и он мне очень интересовал мне помочь и таким образом господсоединять меня с американским специалистом, который сначала пригласил меня в Турцию с ним встретиться, я поехала, я знала, что это Господь, и потом, я просто сокращаю историю, потому что время очень мало, и потом этот человек говорит, Инга, приезжай в Калифорнию, я сам тебе сделаю протезы как подарок. Вы представляете себе, вот так написала письмо куда-то, и он именно этот специалист, он делал работу, как бы, как сказать, волонтер, работу, просто помочь людям, и я почему-то именно ему написала, и он, и эти протезы только часть, он мне так никогда и не сказал цену сколько не стоит, но насколько я узнала, что только некоторые части стоят больше 40 тысячи долларов, а где еще работа, где еще сколько это очень реально стоило, и вот так, вот таким образом Бог мне показывает, что Инга, у меня все в руках, ты доверься мне, и с этим свидетельством, почему я делюсь с вами, если у вас есть какая-то ситуация, что вам кажется абсолютно невозможным, нету выхода, вот нету выхода, вот у меня было вопрос отчаянно, вот все разрушилось, нету выхода, верьте, что у вашего Бога есть все связи, есть все финансы, есть абсолютно все у Него в руках, если вы будете держаться этой верой, непоколебимой верой, имейте непоколебимую веру, потому что мне все мои строкомстанции, все обстоятельства, спасибо большое, все обстоятельства показывали мне, и мне люди говорили, что ты занимаешься вообще ни в тем и ни в тем делом, да брось ты это, зачем это, да ты видишь, ничего не получится, я держалась обетованием Бога, я держалась своей верой, и Бог дал мне этот подарок, и я после я приехала в Калифорнию, как я полгода здесь, мы очень сильно, очень усиленно работали, и я вернулась в Литву ходящей, и я исполнила свою мечту, я обняла мою маму в аэропорту стоя, опять для меня вот самое большое для меня это было самое большое мечтой отменять мою маму стоя пять, и опять я могла ходить, и я показала всем тем людям, которые не верили, что все возможно, с Богом абсолютно все возможно, и значит Господь потом я просто смотрю тут на свои ноты, чтобы не уклониться, и значит потом когда я вернулась и опять я молюсь говорю Боже говорю а как дальше мне нужно дальше восстановлять свою жизнь и просто в Литве не было эксцесса было так как мне нужно и я молюсь говорю Боже открой покажи что мне дальше делать и обстоятельства так случаются и опять сокращу историю что я просто понимаю что у меня почему-то каким-то образом есть направление вернуться в Калифорнию и там устроить свою жизнь мне было просто говорю Боже ну как куда в Калифорнию опять там же ничего нету но меня все не оставляют не оставляют это мысль я молюсь я говорю Боже направь меня богожи не ты же это и не или не ты и я после молитвы я открываю опять Библию и Господь через авторозакония восьмую главу меня он направляет что где говорится что я и вот я веду тебя в землю добрую да и мне Господь открывает что я должна вернуться это он меня ведет в Калифорнию и он меня благословит восстановлению моей жизни но чтобы только я не забыла Господа твоего не соблюдая заповед его и чтобы потом я не сказала не милость твоего сердца что вот я сама своими силами я тут все себе устроила я очень конкретно поняла что Господь разговаривает со мной я говорю есть я благословлю тебя но только берегись чтобы не отклониться но у меня просто страх ну как страх но это интересно и страх такой у меня был мир я получила мир чтобы Бог разговаривать но было страшно я говорю Боже у меня нету где жить у меня нету много денег у меня нету работы даже вообще даже идеи где я могла бы работать да еще как я в такой коляске без ног и у меня только одна рука как же я одна там буду вот в такой ситуации я поеду и дальше что и я молюсь Боже вот ты говоришь ей да как что я там буду делать и я значит утром я открываю после молитвы слово и Бог ко мне опять говорит через свое слово что не бойся я Бог твой не бойся я с тобой я благословлю тебя да и я просто знала что мне нужно просто поверить довериться Богу что Он мне уже показал что у Него абсолютно все во власти Его если я только доверюсь Ему если я сделаю этот шаг в незнании абсолютно если я сделаю этот шаг я знаю что Бог меня благословит и я пошла в комнату и я говорю мама папа я еду в Америку вы можете только себе представить какая реакция была у моих родителей но я благодарю моего Бога я верю что Господь дал моим родителям силы отпустить меня вот так вот одну в другой конец мира и они меня отпустили я благодарю моего Бога что мои родители никогда не пытались меня сдержать и останавливать но они помогли мне и поддержали меня и я значит собрала свой чемодан кстати меня американцы некоторые американские калифорнийские люди они меня отговаривали говорили Ингорь не сможешь тут очень зарагательное проживание и вообще ну как как ты будешь это делать как ты это делаешь я говорю я не знаю я узнаю когда я приеду и вот таким образом я собралась на чемодан и я сказала вот Господи вот я веди меня я верю тебе что абсолютно все в твоих руках и вы знаете Бог был верен он он послал мне людей которые помадрение он устроил мое где жительство скажем электрическая коляска она стоит где-то пять тысяч долларов и выше да и то есть мне в этой коляске одной быть в городе то есть это ну это очень очень тяжело потому что у меня все-таки не только одна рука то есть тяжело очень и вы представьте мой физикл который меня учил Хадид он мне рассказывает он сам верующий и он звонит мне один день и говорит Инга это просто невероятно компания Медтроник они очень большая компания которая изготавливает воспомогательную технику и они звонят ему и говорят вот у нас есть волчер который мы просто хотим подарить и мы хотим подарить твоему офису а ты подари кому хочешь вот вот так вот и он мне звонит говорит Инга я хочу подарить тебе эту коляску значит и вот так вот я научилась на автобусе кататься я пошла в школу тоже там была бесплатная школа то есть все пошло как бы я жила в котеле то есть сначала потому что я была бездомной если можно так сказать но Бог никогда не давал мне то есть он всегда хранил меня он всегда и как бы у меня свои трудности но он всегда встречал меня где у меня были вот такого рода челленджи да мне не нужно было быть бездомной где-то там у кого-то на 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 улице да то есть все оно было гладко но почему-то у меня Господь побудил это поделиться что если честно у меня с первого раза у меня не 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 мужчины за кого выйти замуж это эффективно у меня есть кстати мужчина который просто хотел помочь я сделаю эффективный брак с тобой чтобы просто ты осталась в Америке и вот у меня выбор да или сделать какой-то либо шаг или ехать обратно в Литву чего я так боялась я так боялась уехать из Калифорнии я не могу вам даже передать я плакала я говорю Боже мне страшно мне страшно уехать потому что я уже не вернусь если я уеду и у меня одна подруга она когда я разговаривала и какой-то господь через нее сказал Игорь где страх там это враг не делай свои решения основаясь на страх на чего ты боишься благословение там где есть мир и вот я боюсь говорю хорошо может завтра утром встану я буду молиться и когда значит и ты мне дай мир там где есть воля твоя и утром когда я значит пристала при Боге в волитве я говорю Боже что мне делать и как только я подумала о мыслях о аффективном мраке у меня безумное беспокойство было и очень такая нехорошая тревога внутри как только я подумала о том чтобы ехать в Литву у меня полный мир поступил и я поняла что мне нужно ехать домой и вот я я все-таки решаюсь довериться опять и это опять было мое великое испытание веры что казалось что все уже идет к тому устройству и вот только один шаг один шаг и у меня выбор делать опять и я знала что это будет против это нехорошо то есть стать нелегарный или фиктивный брак и я в слезах я улетаю домой я летела в самолете я всю дорогу плакала я плакала и молилась говорю Боже если есть твоя воля ты все равно не откроешь мне дверь я верю тебе я верю тебе что теперь есть невозможное и в этот раз уже абсолютная моя ситуация была невозможная и и и и мне нужно было делать операцию пока я делала операцию я оставалась в больнице я все молилась Богу говорю ты открой мне и как только возвращаюсь из больницы мне пишет моя подруга она знакомит меня со своим знакомым и который мне потом пишет письмо и мы начинаем переписываться мы понравились друг другу и вот он через пару месяцев прилетает из Калифорнии даже не знает кто я прилетает обуви в Литву встретиться со мной из моей землей и он замирает и привозит меня обратно в Калифорнию вот как вот так то есть и это было это было таким чудом и значит его мне очень помог в восстановлении вообще здесь в Америке и у меня уже время мое не позволит больше рассказать что я хотела но я хочу вам сказать я хочу вас призвать довериться вашему отцу и потому что я знаю что здесь было призвание участвовать церкви и брать какое-то служение я хочу вас призвать во первых не позволяйте никому никогда оторвать вас от Господа никогда если вам что-то не нравится в церкви молитесь если что-то не нравится в каком-то человеке или что-то вас беспокоит молитесь во первых а потом пытайтесь это разрешить но не удаляйтесь от Бога потому что враг он очень быстренько вас закутает и он сделает так что вы даже не заметите и вы даже не будете знать что вы или вы ложеучени потому что сейчас очень много ложеучений это последние времена или вы отойдете и попадете в грех и это вопрос не просто чтобы потеряли время на работу это вопрос вашей вечности вы это понимаете то есть я хочу вас призвать к этому и держитесь в церкви держитесь в церкви и очень интересно мне сегодня просто я не могла поверить когда Алена сегодня говорила я думаю Боже ты же меня тому же самому попутил говорить что церковь это это тело Иисуса Христа да и когда в вашем теле что-то не работает да то есть ну на что-то похоже то есть немощно да то есть тяжело да или больно то же самое в церкви каждая из вас имеет свое призвание пред Богом каждая из вас имеет свое служение в церкви ищите его лица ищите как послужить ему я знаю что может быть такое что если бы много скажем нету как нету обстоятельств не слагаются так я расскажу так не Бог устроила когда у меня не было обстоятельств значит я завишу ну чтобы в церковь ехать мне нужно чтобы кто-то меня возил да потому что я машину с того не вожу и и значит я как бы ну я нашла одну церковь но мне очень было неприятно что людям должно было ехать через всю весь город чтобы меня привести я просто ну перестала им звонить и начала пропускать служение и потом я просто почувствовала что ну вот не могу я хочу слышать слово я хочу общаться и я начала молиться говорю отец говорю вот такое я хочу все как но у меня нету как устроить и вот я не знаю через несколько минут там очень было быстро я все таки нашла я что я делала я приезжала своей электрической коляске в церковь послужила как гривер то есть встречать а потом возвращалась назад домой потому что автобусы просто заканчивались раньше чем служение если я буду на служении у меня не будет как вернуться домой то я просто приезжала на автобусе чтобы послужить а потом возвращалась домой и вот я стою около дверей встречать людей и ко мне подходят я вижу женщину как будто ей кто-то сказал она подходит ко мне прямо как у нее есть и она приходит ко мне и говорит как тебя зовут меня зовут так и так и она говорит а как ты сюда приезжаешь ну вот я ей объяснила свое положение как и она мне говорит вот мой телефон позвони мне мы привезем тебя и вот я значит говорю спасибо тебе господь ты меня услышал и значит когда я мне хотелось ехать в церковь воскресенье я позвонила они забрали вы что вы думаете оказывается что она живет вот рядышком за углом за мной и мне ехать и им забрать меня это им просто по пути остальное и они катаются в каждом служении и то есть даже и они когда собрачивают чтобы я могла послужить то есть вот таким образом я попросила и Бог у Бога есть все просто попросите у Него и тоже хотела поделиться что когда ты занимаешься Божьим когда ты служением Него Он заботится о ваших домашних или финансовых я расскажу это совсем недавно скажем я работаю как координатор по связанным с общественностью в одной организации и у меня я работала 4 дня и потом они мне позвали и сказали что мы lost our funding our grant и значит мы должны сократить некоторым работникам дни и вот у тебя только будут 3 дня и это для меня сначала у меня реакция такая как же я проживу Боже у меня один день это очень большой по финансам и я говорю Боже да что мне нужно другую работу сейчас искать что мне делать как я вообще был мэйкет а я одна мне никто не помогает то есть я живу самознаятельно нету никто не финансово помогает абсолютно то есть я одна да и я значит иду на колени пред Богом и говорю Господь что мне делать нужно мне искать другую работу что мне делать и вдруг мне приходит мир великий абсолютный мир в сердце и я понимаю что это была воля отца моего что чтобы этот день у меня был бы свободный еще один день чтобы я делала дела по воле его чтобы я могла уделить мое время написать свою книгу и делать то что он меня призывает делать вот и я поняла что я должна просто это принимать и у меня такой был вопрос доверишься ли ты мне или ты пойдешь одна сама там build сексерс и искать как побольше заработать денег чтобы сдержаться и я вспомнила всю свою дорогу как меня без поддержал как меня обвел и я сказала отец я верю тебе я буду доверять тебе я буду этот день держать свободный то есть у меня сейчас два дня в неделе свободные в середине недели чтобы делать твое дело и вот я свидетельствую вам что это уже второй год бог ни разу не опоздал ни одного раза у меня не было что у меня есть там нехватка что мне так тяжело да мне нужно считать деньги то есть я уже не могу так гулять по ресторанам как я когда находила но бог заботится не было ни одного раза чтобы господь не позаботился и чтобы или у меня там не было денег покушать или ни одного раза и я призываю вас я думаю что мне уже улетали просто время я не могу больше поделиться как мне бог показывал что знаете вот я прочитаю надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой во всех путях твоих познавай его и он направит среди твоей то есть твоей логикой я призываю вас не 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 думайте делайте решение как бы логично мое решение лететь в Турцию встретиться с этим американцем это было просто ну это ненормальное что я делала ехать в Америку не имея нигде жизни работы ни денег вообще со мной рукой вот так вот это была вообще аура пламая это было crazy и но я следовала следовала Богу тоже не делать фиктивный брак многие женщины мне сказали ты с ума сошла то есть человек не берет ни денег просто хочет тебе помочь ну что тебе ну сделай это да я послушалась голосу Бога я сказала Боже я верю себе что я сделаю так это правильно перед лицом твоим по слову твоему и ты уже сделаешь свое и так оно было когда ты доверяешь Богу Он обязательно устроит абсолютно все и тоже написано что в слава Богу что те два года мне не получилось ходить на телепротезах потому что если не два года боли отчаяния и кажется что нервы закрыты Бог не видит Бог отвечал Бог уже отвечал я просто этого не знала тоже с работой я не понимала Боже почему я тут работаю я могу больше чем просто организовать файлы я могу намного больше чем просто дело но Бог не отвечал ничего не менял и мне как казалось опять небо закрыто то я думаю хорошо я просто буду делать свою работу сто один процент что бы я ни делала я просто доверю что может все в твоих руках если у меня сейчас такая ситуация даже если она мне не нравится даже если мне хотелось бы и другой бизнес и другая работа вообще если ты меня сюда поставил значит так оно должно быть по воле твоей потому что я молю чтобы ты направил меня и я работала экстра как я говорила сто один процент меньше года меня поменяли на другие должности вообще должности и я конечно была очень рада и эта работа мне намного больше понравилась опять я делала сто один процент и вот меня через девять месяцев меня генеральный директор опять приходит и говорит мы повышаем тебя на еще другие должности вот этой должности которой я сейчас координат связан с общественностью и мне настолько радостно я обожаю свою работу и через это время Бог поменял свою компанию Бог поменял директора поменял все и сейчас та позиция которая у меня достаточно должности я обожаю свою работу я очень люблю свою компанию и самое интересное когда америку hit economical crash когда в 2008 году когда я видела что бизнесы закрывались мои друзья теряли работы теряли дома вы помните это время да магазины закрывались один за другим один за другим наши компании даже если это нон профит они стояли очень стабильно и даже за это все время нам поднимали зарплату и мы очень хорошо держались то есть мне казалось что цунами экономики оно шло вокруг меня но оно не коснулось меня абсолютно то есть я делюсь этим что доверьте что если вы любите Бога что значит любить Бога это тот тот Иисус говорил что тот кто любит меня тот исполняет кто любит меня кто исполняет заповеди его да тот любит Бога не то это не то что ой такой кьют Бог такой хороший а я живу так как не хочется любить Бога это значит что жить по заповедям его и если ты ищешь его лица и живешь по слову и молишься что Господи ты направ ты веди если Бог держит вас в этих обстоятельств вам может не нравится и вы думаете что небо закрыто и оно все не так как оно должно быть оно так просто вы не знаете я просто говорю это чисто из-за своя свидетельства конечно бывает всяких разных ситуаций много вопросов которые я сама даже не понимаю не знаю как ответить я просто призываю вас держитесь и вот я уже дальше продолжу из дома я делаю другую запись потому что к сожалению в тот вечер запись была прервана где-то не не знаю 15 минут до того как я закончила говорить вот и последнее свидетельство которым я делилась оно не было записано и когда я решила поставить эту запись на ютуб поделиться с другими у меня вот у меня есть такое желание чтобы все-таки то свидетельство о котором я закончила в том мероприятии говорить чтобы тоже и это записать чтобы все услышали это потому что оно очень особенное для меня и и тоже когда я молилась Богу моему благодаря как он как он удивительно мне помог в том положении в котором я была и мне пришло тогда в молитве чувство что мне дано было это пережить чтобы я сама увидела что мой Бог Отец Он знает о каждой детали в моей жизни и то же самое время чтобы я поделилась бы с другими чтобы народ его чтобы они услышали что Бог Отец вот так вот он заботится о своем народе о тех кто кто любит кто любит вот и я хочу послушаться голоса голоса Бога которого я чувствую в молитве вот и поделиться все таки записать сделать эту другую запись вот и поделиться с вами этим свидетельством значит 6 февраля у нас был большой шторм я живу в Калифорнии в области Сан-Франциско и тут зимой бывают очень большие штормы дождя то есть они действительно очень сильные они не как в Литве абсолютно то есть это я не знаю трижды как в Литве которые бывали пока я жила там то есть тут я не знаю за 3 минуты если нет у тебя зонта то ты можешь просто насквозь мокрый быть вот и у нас тут вообще недавно был шторм где ветер был с дождем ветер был 80 км в час то есть они действительно не смешные такие штормы и обычно в такую погоду лучше уже не выходить вот но в тот день у меня на работе была однозначена очень важная встреча которую я не хотела отменить и смотря на погоду на прогноз погоды которая говорила что в начале то есть в первую часть дня еще так более-менее будет нормально а уже такой сильнее шторм будет уже после обеда вот и значит я решила все-таки пойти на работу на свою встречу вот а потом я уже пойду домой и значит после своего собрания я сказала своему директору что я все-таки пойду домой перед тем как начнется шторм чтобы я спокойно себе могла вернуться домой вот и значит я еду домой и как как я еду домой я вижу уже просто на глазах ветер усиливается дождь усиливается и и я я просто уже еду я только думаю боже чтоб только мне вернуться домой побыстрее чтоб не попасть самый это шторм и коляска она у меня быстрая шустрая такая вот я знаменитая в городе соем потом как быстро я катаюсь значит и я вот быстренько спешу домой и вдруг где-то 10 минут от моего дома моя коляска вдруг останавливается stops dead мертвая я смотрю на ручку управления мергает я выключаю включаю мергает я знаю что когда уже коляска уже ручка управления так мергает беда ну вот думаю приехали передо мной говорю просто ветер усиливается дождь усиливается а я стою и я у меня первая мысль про себя думаю слава богу что коляска остановилась под крышей надо мной была крыша то есть каким-то самым удивительным образом я до сих пор поражаюсь каждый раз когда я рассказываю об этом моя коляска остановилась прямо перед дверью магазина трейдер джоус те которые тут местные знают я просто проезжала этот магазин и моя коляска остановилась прямо перед дверью магазина и надо мной была крыша то есть крыша этого магазина я стою думаю как хорошо что хотя у меня уже есть крыша над головой что потому что иначе я там я не знаю за пару минут уже была бы насквозь мокрая думаю слава тебе боже я только же проехала санта роза авеню это большая дорога на которой есть большое движение машин и мне же просто плохо даже подумать что бы было на что это было бы похоже если бы коляска остановилась бы посередине этой дороги а я только же ее проехала минуту минуту-две и вот но она остановилась прямо под крышей перед дверью магазина и я значит думаю боже а что же мне делать сейчас вот вот сейчас то я уже это беда потому что коляска она очень тяжелая то есть ее никто меня на руках не понесет и никто коляску в машину никакую не то есть это просто ее нужно или чинить на месте или можно еще ее как отключить от батареи и просто толкать ее как простую коляску но это уже нужен человек чтобы кто-то толкал и я просто думаю про себя а кто же мне поможет в эту погоду посередине дня где каждый уже все люди работают то есть кто прервет свой рабочий день да еще в такую погоду ну просто я я уже не знаю что что делать кому звони кто бы смог мне помочь я звоню своему механику коляски он трубку не понимает я оставляю voice message и я думаю ну все боже что же мне делать и тут мне мысль приходит чтобы посмотреть чтобы может работник какой-то из магазина может они бы кто-нибудь помогли в принципе они меня в лицо уже знают хорошо так как я обычно там шопаюсь вот для пищи вот и значит я как только поворачиваю свою голову посмотреть кого бы позвать смотрю высовывает свою голову такой работник магазина Боб такой я постоянно его вижу в магазине когда я прихожу и он такой весь в довольной говорит привет Инга говорю Боб привет говорю вот это надо же говорю Боб ты можешь подойди пожалуйста ко мне помоги мне пожалуйста и значит подходит ко мне я объясняю ему ситуацию что коляска поломалась что-то случилось вот и я говорю мне очень неловко тебя просить об этом говорю но смог бы ты говорю меня толкнуть до дома я живу всего лишь 10 минут от своего дома смог бы ты меня просто помочь мне прийти домой и он такой весь говорит да конечно Инга не проблема сейчас о тебе позаботимся не волнуйся не переживай все будет в порядке и значит другие работники магазина приходят они дают ему rain jacket это специальная куртка от дождя это вот они все как команда работали просто было красиво даже смотреть на это вот и значит он надевает эту куртку ну говорит пошли я помогу тебе дойти до твоего дома показывай где ты живешь и значит мы как только начали идти звонит мне мой механик перезванивает говорит Инга да что случилось вот я ему рассказываю то есть что тут случилось с коляской вот и говорит ты где говорю я ему рассказываю где я говорит сейчас я буду у тебя говорит не волнуйся я говорю только скажи мне где мне тебя найти и я сейчас сразу к тебе приеду я ему говорю что я меня вот помогут мне дойти до дома говорит приезжай ко мне домой говорит не волнуйся сейчас я буду сейчас там это меня просто еще раз удивляет опять-таки потому что это просто нереально чтобы механик сразу же бы вот так вот приехал обычно нужно делать заранее appointment заранее встречу потому что они все же они обычно катаются по области чиня то есть коляске их клиентов вот и были у меня времена когда коляска ломалась но мне нужно было там ждать скажем там несколько часов в тот же самый день там или на какой-то другой день а тут уже он сразу же говорит вот сейчас я приеду то есть это было просто удивительно и значит на мое удивление еще нет нету конца этого мы пока едем значит идем домой разговариваем с Бобом вот я его благодарю что он в такую погоду что он все-таки говорю решился вот идти в такой дождь такой ветер говорю спасибо тебе большое говорю ты меня просто ты мне Богом посланный говорю как ангел тут мне говорю просто пришел вот и он и он говорит Оинга нет проблем говорит не волнуйся говорит я я вообще говорит для меня эта погода это не страшна я вообще-то моряк и я как пока я вот был на океане я бы я видел намного страшнее океанов так что это еще ничего говорю все нормально все спокойно для меня это не так уже и страшно вот и при том он мне еще говорит что он вообще-то даже и не должен был быть там в магазине это не его рабочий день это его свободный день но у него там какие-то планы поменялись и он просто так зашел в магазин там что-то себе купить пару вещей и говорит я просто нечаянно тебя увидел и меня это еще больше поражает как это так именно в тот день именно в тот момент когда я искала кого помочь он меня нечаянно увидел это просто меня поражало с каждой минутой пока я вот разговаривала с ним насколько казалось как будто как будто невидимая рука вот мне складывало все я просто я говорю я была в шоке я прихожу домой значит благодарю опять Боба он говорит я очень рад тебе помочь хорошо что все так случилось говорит что я был там и увидел тебя мне мне приятно помочь говорит вот так что не переживай все окей говорит ну увидимся в магазине вот и он уходит и значит как только уходит Боб приходит Марк и Марк только заходит и говорит слушай говорит ну ты мне позвонила просто вовремя говорит я вообще-то уже собирался уже был по пути уезжать в другой город говорит если бы ты мне позвонила бы пораньше то меня бы уже здесь не было говорит ты меня просто поймала вот именно в момент в тот момент когда я был тут недалеко и вот потому почему я смог тебе сразу же и приехать вот и он значит говорит ну дай-ка посмотрим что что своей коляской значит он обсматривает коляску и говорит ну в принципе все выглядит нормально вот ну говорит может что-то с ручкой управления не то говорит ты знаешь может она перемокла дай-ка я посмотрю у меня в машине мне кажется есть одна он приходит через минутку держа в руках такую же самую ручку управления такой же самый дизайн такая же вот identical абсолютно двойняшка вот и значит он меняет эту ручку и моя коляска начинает работать как новая вот и значит он говорит да оказывается это была в этом проблема то есть она промокла каким-то образом то есть дочь попал туда вот и значит она потому и перестала перестала работать вот и говорит говорю а ну то есть как же то есть давай тогда я говорю свою тебе дам то есть как ты так просто мне отдаешь это то есть это же я знаю что они дорого стоят обычно сами коляски и детали они очень дорого стоят вот и он говорит да говорит это это детали она где-то стоит 1600 долларов говорит но ты не волнуйся говорит про про плату говорит она у меня просто в машине была чтобы вот в такие случаи когда вот людям emergency чтобы нужно вот чтобы им помочь что говорит ты не волнуйся самое главное что у тебя вот есть коляска ты едешь ты дома ты ты значит безопасности безопасности говорит все в порядке с тобой вот это самое главное вот и он значит перезвонил своему клиенту в другой город говорит я сейчас буду у меня просто emergency bill вот и он говорит если что еще говорит звони и он уезжает и вот я остановлю то есть я одна дома осталась я просто была в абсолютном шоке я я не могла поверить что это было все вот реально это как будто я была в каком-то фильме который был срежиссован кем-то 20 минут назад я очутилась в безвыходном просто положении и я уже в тот момент я думаю вот сейчас я уже не знаю что мне делать и когда я воззвала Богу я говорю отец помоги мне пожалуйста что же мне делать таким удивительным образом мне казалось вот как как он послал людей составил все обстоятельства и не опоздал вот именно как же моя коляска остановилась не раньше не посередине дороги где большое движение а именно под крышей прямо перед дверями магазина а Боб именно который у которого даже не рабочий день был вот именно в тот момент он был там и именно в тот момент когда я искала помощи именно в тот момент он увидел меня нечаянно как он сказал механик тоже был в моей области в области проезжал тоже случайно в кавычках то есть и он говорит если позвонила бы попозже уже было бы все то есть и у него в машине была такая же самая ручка управления которая мне нужна была и ну это было просто невероятно как все сложилось и я встала перед моим господом благодарить его благодарить моего бога что он опять мне показал как он заботится как он благословил меня и в молитве у меня было такое чувство что вот так вот вот так вот я о тебе заботюсь я знаю о каждой твоей проблеме я знаю обо всем и и тоже чтобы чтобы я тоже поделилась бы этим свидетельством это давно мне было пережить чтобы я поделилась бы с другими что Бог Отец у него во власти абсолютно все и он знает каждую твою беду он знает твою ситуацию в которой ты сейчас и даже если оно выглядит тебе безвыходной и кажется что все вот сейчас ты уже не знаешь что ты будешь делать знай что твой Бог Бог Отец он имеет твою ситуацию в своих руках и он это разрешит он знает все абсолютно и в протяжении вы знаете протяжении многих лет я иду за Господом много лет и особенно я как бы вернулась к Господу да и иду за Ним 15 лет вот и в протяжении 15 лет он мне показывал что даже те ситуации когда кажется что Бог не отвечает что кажется какая-то как обстановка обстоятельства кажется абсолютно разрушительными и кажется вот я молилась сколько было молилась и я верила искренне и кажется вот не отвечал Бог он не менял никакие обстоятельства что ничего то есть ничего не работало абсолютно но Бог он имел абсолютно все в своих руках просто у него есть планы и часто довольно-таки они другие чем наши планы они у Бога моего были другие планы чем у меня были и и они намного лучше намного лучше что это только кажется что он не отвечает но на все есть свое время и на все есть своя причина и что как пишется в Писании что все содействует во благо во благо тем кто любит Бога и тем кто призваны по его изволению то это значит что даже трудная ситуация даже проблемы и и они тоже они есть во благо просто в тот момент оно кажется что оно страшно оно разрушительно и мы обычно это просто как бы наша натура наверное да человеческая мы обращаем внимание на то как оно выглядит безвыходно как оно больно как оно тяжело но когда мы верой когда мы стоим в вере что Бог он имеет и эту ситуацию в своих руках и я буду обращать внимание не на то как больно и как тяжело но на то Боже а что ты делаешь через это что ты пытаешься меня научить через это чему ты меня учишь что что за этим стоит тогда совсем по-другому уже видна сама ситуация и я скажу вам каждый раз когда я проходила через скажем те обстоятельства которые не менялись по молитвам через какое-то время Бог выводил меня и он показывал то есть выводил из тех обстоятельств и потом он показывал что вот видишь вот эта ситуация которая ты считала разрушительной и плохой для тебя она была во благо тебе самое интересное было что именно те ситуации которые мне казали что Бог не отвечает и они плохие именно они были нужны для того чтобы я потом пришла бы к своей цели к своей мечте к тому благословению которое Господь был приготовивший для меня то есть через все года я просто увидела что за каждой ситуацией стоит что-то есть причина всему то есть это уже и это уже мое как бы responsibility мне нужно уже смотреть что за причина что Бог чему Бог учит через это вот а если ситуация не меняется просто Бог учил просто ему доверять доверять что все в его руках абсолютно все в его руках и это действительно так каждый раз я свидетельствовала это было свидетельством для меня что вот эта ситуация была во благо мне оно послужило каким-то образом оно сыграло какую-то роль в моей жизни особенную роль особенно именно те ситуации которые казались плохими и тяжелыми вот и конечно же трудности они укрепляли они укрепляли мою веру и они показывали что насколько силен Бог насколько он может вывести тебя из любой ситуации даже если тебе кажется вот все я не знаю как мне быть сейчас у Бога есть пути у Бога есть помощь у Бога есть люди у Бога есть финансы у Бога есть абсолютно все и когда ты доверяешь ему что твоя ситуация веру в его руках и что Бог твой все разрешит по воле его во благо тебе это оно действительно так я у меня есть настолько у меня есть просто бесчисленное свидетельство об этом я я могла бы часами рассказывать свидетельство за свидетельством об этом то есть я хочу вас призвать доверьтесь своему отцу если вы любите Бога если вы действительно любите Бога если вы живете по по слову его и по заповедям его если вы молите что Боже ты веди меня доверьтесь доверьтесь что абсолютно все что творится в вашей жизни и самое интересное что что творится в вашей жизни это во благо то есть оно так должно быть конечно много зависит тоже и от наших выборов я сама много делала ошибок сама делала глупые выборы глупые решения которые конечно были то есть мне потом конечно нужно было оплатить consequences за это но самое интересное что именно и даже мои ошибки которые я делала даже если мне было очень больно от этого какие последствия были от этого и мне было очень тяжело это даже и признать но все-таки я потом видя что даже мои ошибки они были во благо потому что они научили меня очень ценным вещам и я все-таки я благодарила моего Бога что у меня были что я все-таки у меня были такие уроки потому что некоторые уроки которые даются через наши же ошибки я бы их не научилась бы этим уроком я бы не научилась бы так доверять Богу так верить Ему как не через свое experience то есть доверяйте что если вы любите Бога все содействует во благо конечно можно об этом говорить часами вот и я хочу прочитать вам пару стихов которые я читала тогда значит одно есть от Матфея 10 глава 29 стих по 31 недвели малые птицы продаются за сарей и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего у вас же и волосы на голове всесочтены не бойтесь же вы лучше многих малых птиц и еремия 29 глава 11 по 13 стих ибо только я знаю намерение которое какие имею о вас говорит Господь намерение во благо а не на зло чтобы дать вам будущность и надежду и воззовете ко мне и пойдете и помолитесь мне и я услышу вас и взыщите меня и найдете если взыщите меня всем сердцем вашим и я действительно сама пережила такое что когда ты когда ты действительно ищешь Бога своего всем сердцем искренним сердцем он обязательно отвечает он обязательно отвечает держитесь Господа и доверьтесь ему во всякое время несмотря насколько тяжелые ваши обстоятельства и тоже я хочу поделиться я наверное повторюсь чем я делилась тогда в мероприятии но она для меня эта тема она очень близка и она очень трогательная и так как я сама пережила для меня это была трагедией и большим уроком и потому я хочу сделать особенный акцент на этом опять-таки что никогда не позвольте никому отдалить вас от Господа не позвольте соблазняться и тем мирским удовольствием которое которое как temptation для вас не идите за этим за этим стоит пустота и большая цена за это не делайте своего решения смотря на людей я знаю многие отдаляются и даже не хочет даже слышать о христианстве потому что смотря на поведение некоторых христиан хочется стоять далеко от всего что связано с христианской верой я сама один раз это сделала но когда я была на грани смерти и Христос сам стоял передо мною я поняла что он действительно жив в духе мы просто его не видим но он действительно жив он не мистика это не просто какая-то религиозная фигура Иисус он действительно жив и его любовь не может даже сравниться вообще ни с чем абсолютно он не как люди и его любовь вообще он нигде такой любви на этой земле нету держитесь господа потому что враг вашей души он бодрствует и у него есть цель вас погубить и это все очень реально мы не думаем о смерти в каждом дне или что случится потом часто мы просто отталкиваем эту мысль потому что мы не хотим даже думать об этом но я сама пережила что каждый из нас выходя из дома мы не знаем вернемся ли мы домой я вместо того чтобы вернуться домой меня доставили в больницу полумертвую с оторванными ногами на грани смерти и это чудо чудо бога что я жива то есть вечность она рядышком совсем рядышком с нами и каждый день есть борьба за наши души за каждую душу и оно очень очень реально даже вот скажем показать как бы эту реальность я не знаю вот скажем возьмете звезды Голливуда возьмем вот простое вот смотря на них вы бы сказали бы что они религиозные люди мне даже не нравится это слово религия потому что оно не нравится мне это но вот что они живут по Библии вы бы наверняка бы не сказали что Голливуд и вот все что там творится что оно по Писанию но правда есть что они живут и даже очень только они поклоняются не Богу а сатане и они делают очень реальные ритуалы есть специальные ритуалы где они подписывают контракт кровью подписывают реальный самый настоящий кровью они приносят жертвы сатане и они подписывают контракт что они отдают свою душу ему взамен популярности славы денег власти то есть почти что каждая каждая звезда музыки скажем music industry они все почти что одержимыми духами демоническими они об этом поют они об этом рассказывают они сделали контракт с дьяволом чтобы они были бы знаменитыми и чтобы у них была бы слава это очень реально делается это можно найти по интернету они сами об этом рассказывают и это все по библии если помните историю в библии когда иисус был в пустыне сатана искушал его говоря говоря ему вот тебе дам власть над всем что ты видишь вот и видишь царство и славу их и это все было предано мне и я кому хочу я тому я даю это все и так если ты поклонишься мне то это все будет твое и тогда иисус если помните говорил что богу твоему одному поклонись и поклоняйся и служи да то есть это все очень реально просто об этом как бы громко не говорится и кажется что что это все сказки но это все очень реально духовный мир если мы его не видим это не значит что его нету и чем раньше мы это поймем тем лучше конечно будет для нас и я призываю вас никогда никогда не покидайте Христа потому что в таком случае конец будет уничтожение по-любому рано или поздно если только вы пойдете уже как бы в сторону дьявола да в это время есть много лжихристов и ложных учителей которые хулят имя его и творят просто презрительные дела просто вообще я говорю что мне мне даже и стыдно просто за то что вот за это вот слово само по собой христианство да потому что столько лжепророков лжеучителей которые используют людей у которых особенно tv preachers которые берут деньги от людей обманывают людей это настолько я даже не знаю как это даже назвать мне просто сердце разрывается болит что и люди же они отдаляются они не хотят ничего общего иметь христианами именно из-за этого потому я делаю акцент над этим что пожалуйста не обращайте внимания на людей эти все лжепророки об этом Иисус он предупреждал нас и он говорил что как бы остерегаться этого да и тоже между христиан есть очень много христиан которые искренне но которые делают ошибки и просто я сама это пережила и все христиане они стаются людьми они делают ошибки у них есть свои там намерения чувства они делают они падают тоже мы все люди мы все падаем вот и я хочу призвать не позвольте ошибкам других отвергнуть вас от веры от Иисуса Христа потому что Иисус Он не такой как люди я лично делала много ошибок и падала но Господь поднимал меня и Он учил меня уроку и вот как отец учит дитя свое и я дальше продолжаю следовать за ним несмотря ни на что потому что я люблю моего Господа и Он просто как никто другой и Его любовь она не похожа на любовь здесь на земле я никогда не чувствовала себя более счастливой и более безопасной чем когда я была в реанимации когда Христос стоял перед мною я вам это очень искренне говорю поверьте мне пожалуйста и вот после только вот тогда когда я увидела вот имела вот это переживание увидела что Христос Он Он Живой это все очень реально и духовные законы они работают что за всеми случаями обстоятельствами стоит духовный мир ничего так просто не бывает ничего так просто не бывает и призываю вас обратить на это внимание и если вы чувствуете что вы отдаляетесь молите взывайте Богу чтобы Он сохранил вас иначе вы погибнете как почти что погиб я и я я вот с того момента я решила что то что я позволила моему недовольствию другими людьми другими христианами отдалить меня от Господа было самой большой моей ошибкой жизни я решила что я пойду за Ним я буду следовать за Господом несмотря ни на какие люди не то что люди делают не то что они говорят мне не важно мне главное что я как я стою пред Богом потому что каждый из нас будет отвечать за каждые свои за свою жизнь за каждые дела и даже за каждое свое слово ответить пред отцом это так написано в писании то я я следую за Господом с того момента уже 15 лет хотя наверное это еще даже не такое долгое время но вы знаете за за это все время у меня просто есть бесчисленные свидетельства просто бесчисленные свидетельства о его любви о его заботе обо мне о его защите как он защитил меня от людей которые было пару людей которые желали мне хотели меня огорчить как Бог защитил меня от них я просто удивлялась не могла перестать удивляться то есть все в руках у Бога я говорю я могла бы просто часами рассказывать об этом но я уже закончу свою запись и просто я хотела вас призвать чтобы вы не оступили от Христа ищите воли Божьей в вашей жизни ищите лица Бога взывайте к Нему и Он обязательно вам ответит доверьтесь Ему всем сердцем вашим независимо от того что происходит в вашей жизни потому что Бог Отец ваш Небесный Он заботится о вас Он обязательно вам ответит если вы ищете всем сердцем вашим его лица ну что ж спасибо вам что уделили ваше ценное время я чуть-чуть взяла больше времени чем я планировала но я надеюсь что мое свидетельство оно послужило вам благословением желаю мир вам желаю обильных Божьих благословений если я могу послужить вам делясь своими свидетельствами или уроками в вашей церкви или в какой-то вашей домашней группе я не знаю я буду очень рада вам послужить вот то пойдите на мой сайт это www.ingolizdenitya.com вот напишите мне вот мы значит свяжемся и я буду рада вам послужить еще раз спасибо благословений вам с Господом спасибо спасибо Продолжение следует...